Большой круглый стол с участием депутатов и юных парламентариев провели накануне в Центре дополнительного образования детей и молодежи областного центра. Подобная встреча – это, конечно же, мероприятие не единичное, однако в этот раз оно имело особый смысл. Открытый диалог состоялся в один из важнейших государственных праздников – в День Конституции. Причем темой дискуссий народных избранников и молодежных активистов стал один из важнейших конституционных пунктов – вопрос брака и семьи. Круглый стол посвящен семье, браку, отцовству, материнству, детству. И так как мы учреждения образования, которые непосредственно связаны и с детьми, и с родителями, и с их семьями, мы решили, что назрело такое время, когда нам надо провести такое заседание круглого стола, обсудить проблемы. Согласно Конституции Республики Беларусь, брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Эти важные этапы жизни каждого беларуса имеют не только личное, но и общественное значение. Мы привыкли рассматривать семью как очаг мира и любви, где человек окружают самые близкие и дорогие люди. А потому именно на них возлагается наибольшая ответственность – формирование всесторонне развитой личности, в будущем готовой создавать свою ячейку общества. Конечно, это место, где мы получаем покой, поддержку, где нам комфортно, где мы хотим, чтобы наши близкие были здоровы. И, конечно, качество жизни нашего человека зависит от того, насколько ему психологически безопасно и приятно находиться в семье. В Бресте к молодежи всегда относились и относятся с особым вниманием. Креативные инициативы юноши и девушек поддерживаются представителями вертикали власти и, что немаловажно, реализуются. Существование в областном центре молодежного парламента – еще одно подтверждение тому, что молодежные лидеры имеют право голоса. К ним прислушиваются, в них видят будущее Беларуси. Здесь мы в достаточно такой, я бы сказала, обыденной такой обстановке, то есть все достаточно просто. Мы собрали круглый стол с депутатами и представителями детского и молодежного парламента, и мы непосредственно обсуждаем конституцию и конкретно мы обсуждаем семью, детство. Мы собираемся с депутатами нашего Брестского госполкома и решаем какие-то вопросы уже на уровне депутатов. То есть мы уже постепенно в таком, скажем, юношевском детском возрасте включаемся в работу. Подобная встреча – это лишь одно мероприятие из большого цикла. Впереди будут новые актуальные темы и новые обсуждения и дебаты.